МОЛОДЕЖНОГО ХОКЕЯ Лучше за неделю. Смотрите сегодня. Самая масштабная драка сезона. Крещение китайского клуба в Лиге сильных. Я рисую белым мелом, а еще синим и красным. Как МХЛ раскрасила эту осень. Проходы, комбинации и передачи, которые попали в топ-10 шайб недели МХЛ. Сейв достойный длительных аплодисментов исполнил вратарь московского «Динамо» Иван Куликов. Он случился в матче с питерским «Динамо». Ивану 17 лет. В прошлом сезоне он лишь раз вышел на лед. В этом имеет больше практики. И пусть пока статистика не так хороша, в топ-10 сейвов он уже попал. Впрочем, другие пять шайб в его ворота залетели. И москвичи проиграли 1-5. Кун Лунь, Ред Стар Юниор и Тайфун провели не самый увлекательный матч. Но бы пытались придать ему красок дракой в конце третьего периода. Причиной стал силовой прием игрока Тайфуна. И началось. Матч в Риге был остановлен минут на 10. Пока судьи выписывали штрафы, на скамейках обсуждали происходящее. Участие в этом принимали даже представители тренерского штаба. Кулачные бои в хоккее, как известно, результата не приносят. А победу в матче одержал Тайфун. Финальная потасовка на это никак не повлияла. 4-0. Армейцы тоже не обошлись без выяснения отношений на кулаках. Участие в этом приняли обе пятерки. Обратите внимание на строгое соблюдение негласных правил хоккейных драк. В момент, когда со скамейки цеплять игрока Красной Армии начал хоккеист СКА-1946, его тут же одернул тренер Максим Соколов. Да и партнеры не позволили. Отношения выясняют только игроки на льду. И только один на один. Но кроме драки был и красивый хоккей. Правда, в исполнении только одной команды. За 6 минут второго периода СКА-1946 забросил 4 шайбы и повел 4-0. В итоге 4-1. Команды обменялись победами в двух матчах. Дуэль недели состоялась в Москве. Дерби. Красная Армия. Спартак. Молодежка ЦСКА пыталась остановить красно-белых, которые к этому моменту одержали 8 побед подряд. Но это не удалось сделать ни в одной из игр. 4-3. Спартак победил в первый день. Это победная шайба Артема Волкова. Она сделала счет 4-1. Армейцы после этого забили дважды, но догнать Спартак не успели. А во второй игре, которую транслировал КХЛ-ТВ, соперники не отпускали друг друга в отрыв. Руслан Исхаков открыл счет, завершив контрвыпад. Антон Первов сравнял счет кистьевым броском в большинстве. Спартак вышел вперед, и тут помогла удача и невнимательность защитников. Могло показаться, что шайба покинула пределы площадки, но свистка не было. И Марк Розанов стал автором важного гола. Армейцы не отчаялись, и через 30 секунд счет снова равный. Это Егор Филин, 2-2. В третьем периоде Никита Артищев расстреливает вратаря в большинстве и армейцы в 12 минутах от победы. Но это слишком большой промежуток времени. Спартак успевает сравнять счет. Илья Талалуев и Михаил Шалагин организуют ответ, также в неравных составах. За минуту и 15 секунд до сирены Егор Кузьменко бросает не слишком опасно, но эффективно. Он приносит Спартаку 10-ю победу подряд, и радость, которая в дерби с Красной Армией всегда особенная. 4-3. На Востоке авто принимал стальные лисы. В обеих встречах магнитка победила. Решающая шайба во второй игре была заброшена в третьем периоде. Павел Дорофеев выдержал отличную паузу и, спрятав бросок, расстреливал вратаря уже без препятствий. Павлу 17 лет. В этом сезоне у него 12 набранных очков. Еще одну шайбу лисы забросили в пустые ворота. Самая яркая, самая красочная, самая молодежная лига провела конкурс хоккейных рисунков. И любители хоккея откликнулись. МХЛ на асфальте этой осенью появлялась в самых разных городах страны. Рисовали все, те, кто умеют, и те, кто просто любит хоккей, независимо от художественных талантов. Но конкурс для того и сделан, чтобы выбрать лучших и отдать им призы. Хоккей всегда нравился, и мой дедушка любит хоккей. Но так вот особо как-то любовь появилась после того, как мы посетили матч. Потому что там такая атмосфера, и вообще очень как-то... В общем, здорово было, и после этого вам все время хочется покупать билеты на матч, посещать. И вообще, ну, в общем, здорово. Мы один раз ездили отдыхать с подружками как раз моими. И встретили, просто с нами в поезде ехали, хоккейная команда. И как-то после этого, ну, я и так всегда любила хоккей. Вот, но после этого вообще прям полюбила. Мы к ним на игры стали ездить. Вот, болею я, ну, в основном за «Динамо». Вообще нравится много команд. Их не остановила холодная погода. Осталось только найти свободный от учебы день. По выходным они рисовали на асфальте молодежную хоккейную лигу. Девушки учатся в художественной школе. Вместе с любовью к хоккею это обеспечило победу в конкурсе. Мы выбирали долго достаточно, что рисовать. Но остановились на этом выборе, потому что как-то мощно смотрится картинка. Может привлечь много внимания. Мы с девочками просто сидели дома и рисовали ленту в Инстаграме. И увидели, что проходит конкурс на страничке МХЛ. Там было написано, что нужно изобразить на асфальте рисунок, выложить и тем самым будем поучаствовать в конкурсе. Мы решили вместе поучаствовать. Нарисовали два рисунка, отправили и в итоге победили. Вот 10 лучших рисунков, которые в итоге были отобраны молодежной хоккейной лигой. Конкурс привлек внимание большой аудитории, поэтому в МХЛ обещали придумать что-нибудь еще. В понедельник были сыграны очередные матчи. Вот их результаты. В турнирной таблице на западе и на востоке можно отметить группу лидирующих команд. На западе это «Спартак», «СКА-1946», «Питерская Динамо» и «Лока». На востоке – «Мамонты», «Югры» и «Стальные Лисы». Это лучшие бомбардиры лиги. Лучшие игроки очередной игровой недели МХЛ. Вратарь «Питерская Динамо» Кирилл Устеменко провел впечатляющие три матча. 53 отраженных броска, две пропущенные шайбы, один матч на ноль. Данил Журавлев из «Казанского Ирбиса» набрал четыре очка в четырех играх. Это позволило ему стать защитником недели. Герман Волошин нападающей недели. Пять шайб, в том числе хитрик и победный гол. Амурским «Тиграм» сейчас крайне важна каждая победа. ТОП-10 шайб. На этот раз особенно красивый. Поехали. Ярослав Яковенко из «Ярославского Лока» на десятом месте. Алмаз не успел за игроком гостей. Артур Хомяков после передачи «Не глядя» от Пауса Сварса приносит Риге девятое место. Антон Васильев из «Питерского Динамо» успевает спасти команду после грубой ошибки в защите и сделать все в атаке. Павел Ротенберг отправляет шайбу в пустые ворота. Антон Первов в «Битве с Красной Армией» выдает шедевр. Элегантный разворот и шайба в воротах. Илья Паранин из «Реактора» после изобретательной передачи Арсена Хисамуддинова наказывает омских ястребов. Шестое место. Блестящую работу тройки нападения крыльев Совета венчает заброшенной шайбой Артем Садриддинов. Пятая позиция. Денис Йоркин из «Мамонтов Югры» завершает атаку своей команды. Все в одно касание. Отличная работа. Артем Манукян выполняет хоккейные элементы красиво и на высокой скорости. Шайба неизбежна в воротах. Самый красивый гол форварда в этом матче. Третье место. Динамо из «Артем Чернов» празднуют шайбу и благодарит партнера за отличный маневр в матче с русскими витязями. Второе место. Снова пострадали витязи в матче с АСКА 19-46. Никита Милехин делает в зоне соперника что хочет. Самый издевательский гол сезона. Первое место. ТОП-10. Это будущее российского хоккея. Все лучшее из молодежной хоккейной лиги каждую неделю в проектах поколения МХЛ и истории МХЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова